Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2092. По каким уставам жили монахи в монастырях? Кто эти уставы им составлял? И насколько они употребимы в нашей сегодняшней жизни? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Повторяю, что я не против монастырей и не против монашества. Я каждое утро молюсь по лестовке, почеткам, всем святым, конкретно призывая по именам их, до ста имен. Но я не могу согласиться, что что-то может быть выше Библии, превыше Бога. Монастыри должны быть, но с иной целью и с иными уставами. По-житейскому они многое сделали, люди жили, и некоторые из них были счастливы. Но они не евангельское учреждение, они тупик и при том самый тупой и глухой. Проповедь миру там умирает, и начинается великое юродство, великое молчальничество, великое изничтожение себя, как личности. Главное – это их авва, их рупор и их надежда, что Он их приведет на небо. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Воскресший Христос уточнил программу «Минимум», чтобы быть христианином. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично. «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Это посланничество и подобие монашества умышленно отвергло и образовало свой статус непогрешимой греховности. Сидя в пустыне один, человек никогда сам себя не узнает, он может деградировать до уровня парнокопытных, почему некоторые и спасались на четвереньках, как варвар. Если бы только эти два места, приведенные выше, были приняты монахами, то сегодня же пустыни все опустили бы навсегда. Феодор студит. 11 ноября, кавычки открываются. За проступки же он установил епитемии. Для одного известное число поклонов, для одних известное число поклонов, для других усиленный пост, и за каждый проступок соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы, или разбил бы посудину, или по небрежности бросил чем-либо, что-либо, или нерадиво что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или некротко и несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой, не слушая душеполезного чтения, или возраптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное что подобное сделал. Для всех таковых братьев преподобный Феодор и назначал епитемии, соответственно их проступкам. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространялась повсюду, и многие другие монастыри, не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав и соблюдали его, а иные соблюдают и до ныне. Служба по студийскому уставу была несколько короче, и не так торжественно, как по Иерусалимскому. Кавычки закрыты. Что из этого устава нам не подходит? Его даже просто читать, и то приятно. Ефимий Суздальский, 1 апреля, кавычки открыты. Когда к преподобному собралось в обитель около 300 человек братьев, и они не могли поместиться в трапезной, то он повелел построить новый храм, троеточие.